Этой зимой Саратов замучили коммунальные аварии на сетях водоканала. Затянувшиеся течи и длительное отсутствие ремонта рождают другую проблему. Вода угрожает сохранности зданий. Жильцы жалуются в свои управляющие компании и способы, которые те предлагают, спасают один дом, но усугубляют положение соседних. О коммунальных войнах нового формата в репортаже Юлии Шишкиной. За 110 лет существования дом номер 19 по улице Артиллерийской повидал многое. Осенью пережил пожар, но устоял. А вот этот ручей грозит подмыть его основы. Четвертую неделю из-под земли бьет вода и превращает подходы к зданию в западню. Вот эти сигнальные ленты натянули сами жильцы. Они боятся, что дети будут пускать кораблики и просто утонут. Вот эта мерка с меня ростом. Сейчас я ее опущу и попробую достать до дна. В общем, это место представляет опасность не только для детей, но и для взрослых. По словам жильцов, вода здесь появилась еще 2 февраля. Они сразу позвонили в водоканал. Люди боятся, что весной не только поплывут сами, но и потеряют жилище. Ведь дом строился без подвала и строение просто смоет. Жильцы своими силами дважды откачивали эту воду. Вызывали водоканал. Семь раз приезжали из водоканала. Приезжают, смотрят и говорят, вы знаете, у вас не аварийная ситуация. Вчера вечером сосед звонит, говорит, Света, выбегай, машина на водоканал приехала. Мы неужели дождались. Выходим, машина стоит, подходим, заявка в другой дом. Попили щеку, они развернулись и уехали. Вместе с трактором совсем. Бурлящий ручей под уклон стремится к соседнему дому номер 21, под него. Стены пятиэтажки отсырели и сыпятся. Местные говорят, обрушился балкон на первом этаже. Но самая устрашающая картина внутри. Вода хлещет в подвал беспрепятственно из всех щелей. Дом тонет, как титаник. Подвал без резиновых сапог не зайдешь. По иронии судьбы, в доме номер 21 располагаются склады и слесарные ТСЖ-жилищник 25, который обслуживает это здание. Так что коммунальщики в курсе того, что творится на улице. Все идет в дом, разрушает фундамент, пятиэтажный дом. Вот что нам жильцам говорят? Они говорят, мы с вашей управляющей компанией просто уйдем, если вы сейчас не решите этот вопрос. А мы здесь ни при чем. Так и не дождавшись рабочих водоканала, ТСЖ-жилищник придумал свое решение, как защитить подведомственный дом от течи. Использовать канализационный колодец соседнего дома номер 19, у которого другое ТСЖ и жильцы которого яростно против. Ну мы это звоним. Ну зачем вы просто канализацию? Чего вы звоните? Я не тоже звоню. Я понимаю, у нас была нормальная канализация. Пришли, раздолбили ее. Да мы тут дырочку хотели просто пробить, чтобы она туда уходила и все. Вода пошла в нашу канализацию. Теперь вот на первом этаже люди открывают стиральную машину, пахнет канализация. Вода наполняет. В отчаянии люди уже готовы на самые экстравагантные поступки. Например, собираются вырыть канаву, чтобы вода лилась не под дома, а на проезжую часть. Говорят, может хоть так на нас обратят внимание.